Всем привет! Сегодня мы с вами будем обсуждать мои последние покупки косметики и немножко тоже тут ухода у меня есть. Если вам это интересно, то, конечно же, продолжайте меня смотреть. И первое, с чего я хочу начать, это, наверное, с декоративной части. И самое первое, это вот такие вот четыре жидкие помады. Если вы еще не знаете, в июне, 19 июня, я вышла замуж, поэтому перед тем, как делать свадебный макияж, я, конечно, очень сильно заморочилась тем, что я хочу, как я хочу, чтобы это выглядело, потому что я очень много раз делала свадебные макияжи, много раз делала там макияжи на моделях, на девушках, но когда дело доходит до меня, то я как будто даже немножко растерялась, я не знала, чего я хочу, как я хочу, чтобы это все выглядело. Но в итоге, конечно, как мне кажется, макияж был очень красивый. И что я хотела, это стойкую помаду, потому что, естественно, без нее на свадьбе никак, она должна пережить все фотографии, все там поцелуи, там и воздушные, и со всеми родственниками, в общем-то. Поэтому я решила заказать вот такие. Вот это, если я еще не сказала, LA Girl. Это, кстати, очень бюджетная марка. Они реально стоят просто копейки, эти помады, но сейчас я вам расскажу, в общем-то, свое мнение. Заказала целых 4 оттенка, потому что по свочам я все никак не могла определиться, какой же цвет мне нравится больше. И на одних свочах одни цвета выглядели по одному, на вторых как-то немножко по-другому. Короче, я решила заказывать целых 4 штуки, чтобы уже потом в реальности выбрать, какая мне нравится больше. Однозначно могу сказать, давайте теперь про мнение об этих помадах. По текстуре все цвета абсолютно одинаковые, наносятся как жидкая помада, потом высыхают, становятся матовые. Действительно очень стойкий продукт, вот очень стойкий продукт. Я тестировала в жару, я тестировала просто, когда я ходила там гулять. Под разными условиями, конечно, я тестировала эти помады, и действительно качество у них очень хорошее. Единственное, что меня немножко так напрягало, это то, что когда она полностью высыхает на губах, губы становятся немножко липкими. И не такими липкими, как блеск, когда прилипают волосы и так далее и тому подобное. Просто губы, когда так делаешь, они как склеиваются, и немножко трудно так как-то расходятся. В общем-то, это такой вот действительно напряженный эффект, потому что если вы не привыкли к стойким помадам, то вас они будут очень сильно раздражать. Я такой помадой накрасила свою подругу, и она сказала, ой, мне этот эффект просто дико раздражает, и через часа два она пошла ее сдирать со своих губ. Мне было, в принципе, нормально, особенно после того, как я поела, жиры от еды немножко так ее смягчили, как бальзам такой вот сверху, и она стала очень комфортной в носке. Короче, теперь оттенки. Заказала четыре разных цвета. Три из них это такие варианты были мои свадебные, и один для работы. Я взяла такой вот ярко-неоново-насыщенный такой фиолетовый. Называется он Stunner. Ну, я в любом случае вам вблизи покажу все свочи. Первый это у меня такой ярко-фиолетовый вот такой вот оттенок, очень красивый. Второй оттенок, вот я на него возлагала больше всего надежд, это оттенок пыльной розы, который называется Базар. Очень это красивый оттенок, действительно такой вот ненавязчивый, губу выделяет, но в то же время нет какого-то кричащего акцента на губах. Мне кажется, для обычной жизни тоже он прекрасно просто подойдет. Дальше оттенок Secret. Я, честно говоря, когда заказывала, думала, что это будет классический красный цвет, но на самом деле это помада очень такого насыщенного, глубокого, темного, красного оттенка. Очень красивая помада, если вы любите такие более глубокие, темные оттенки на своих губах, для брюнеток будет просто потрясающий оттенок, для таких жгучих брюнеток на выход замечательный оттенок. И последний, который я взяла, это такой был у меня вариант безопасный, потому что это нюдовая помада оттенок Dreamy. Очень тоже она симпатично смотрится, абсолютно стирает губы с лица, но не так, что вы выглядите как утопленник, а вот так вот, как именно вот просто они не выделены. Не знаю, как это получше объяснить, но, в общем-то, нет эффекта каких-то мертвецких, бледных губ, а есть просто такой вот светлый нюд на губах. Особенно красиво смотрится все-таки немножко с блеском поверху, а не в матовой форме, потому что с блеском все-таки объем рельеф немножко подчеркивается и выглядит, ну, на мой взгляд, еще более привлекательно. В общем-то, если вам интересно, помады продаются на Beauty Joint, через Simple можно заказать с 20% скидкой. Очень-очень классный продукт, стоит буквально там пару долларов. И следующее тоже, что я просто обожаю сейчас, и то, что у меня, кстати, находится сейчас на губах, это карандаш La Cordie в оттенке 364. Я в этот карандаш просто влюбилась. Вот абсолютно серьезно, бесповоротно, потому что вот настолько красиво корректирующего карандаша я еще не встречала под свой оттенок губ, да и, в принципе, под многие оттенки губ. Сколько я с ним не игралась на разных девушках, вот на всех он действительно выглядит очень хорошо и выглядит именно как корректирующий карандаш, которого вот по сути как бы сильно не видно на губах. У этого карандаша действительно уникальный оттенок, это такой настоящий грязно-пыльно-розовый цвет и у него есть аналоги как более дорогие, это, например, MAC Whirl, очень-очень популярный карандаш, просто бестселлер, можно сказать, в MACе. Все его очень много скупают, все звезды им пользуются. Пользуются им в основном для того, чтобы немножко надувать себе губы, чтобы делать их более объемными зрительно и реально это работает. Сегодня я накрасила губы только им, больше у меня ничего нет на губах, я просто сделала такой более четкий контур, но я им играла, сделала максимально, скажем так, такие надутые здоровые губы-пельмени, реально очень-очень кажутся они огромными. У меня в инстаграм я выкладывала фотку и сейчас вот вам вставлю тоже, чтобы вы посмотрели. Очень большие губы можно сделать с помощью этого карандаша и это не выглядит так, как будто вы просто вот так вокруг губ нарисовали, не пойми что. Очень-очень-очень классный карандаш, еще раз повторюсь, для корректирования и вот просто вот как я сегодня нанесла, заполнила, очень стойкий эффект, немножко подсушивает, ну как карандаши зачастую это делают, но ничего критичного. Вот я вот с такими губами в последнее время очень часто хожу и мне очень нравится. Следующее, о чем хочу вам рассказать, это будет тушь. Тушь у меня от Гош, которая называется Crazy Volume Mascara. У меня эта тушь уже очень давно, но как-то у меня руки до нее не доходили, я ее не пользовалась, пользовалась чем-то другим. И вот где-то в последние месяца-полтора решила ее протестировать, чтобы вам рассказать о ней, что она из себя представляет и так далее и тому подобное. Тушь вот такой вот огромной просто упаковки. И щеточка эта действительно уникальная и интересная, и уникальная она тем, что вот та часть, на которой вообще нет ворсинок, на нее всегда, естественно, наляпывается больше всего туши, когда вы достаете ее из тюбика. И именно вот этой плоскостью я люблю сначала ее прикладывать, эту плоскость к основанию ресниц, протягивать, и таким образом сразу очень много туши как будто у меня на ресницах. И вот этими длинными палочками я потом их расчесываю, и у меня эффекта получих лапок после этого нет. Тушь эта стала классной только сейчас. Вот месяца-полтора я ей пользовалась, вообще никаких она у меня эмоций не вызывала. Не делала ни какой-то особый объем, не делала ни какую-то там особую длину. Ну, совершенно как-то не вызывала абсолютно никаких эмоций. Ну, вот в последнее время очень она мне нравится, опять-таки сейчас она у меня на ресницах. Очень действительно неплохо. Я не могу сказать, что это прям супер тушь. Вот берите, бегите просто за ней, сейчас же ее покупайте. Но если вам попадется, знайте, что она будет работать где-то, наверное, месяца через полтора, не раньше. Последняя вещь из декоративной косметики, это вот такой вот небольшой наборчик. Это палетка теней, вот такая вот просто микроскопическая и кисточка. Мне этот наборчик попался, не помню на каком сайте, по-моему, на beauty.com, если я не ошибаюсь. За какие-то просто очень-очень-очень смешные деньги, буквально там за то ли 10 долларов, то ли что. Я решила, конечно же, заказать, потому что это полноценная трешка теней от Smashbox. Тени выглядят вот так вот. И здесь вот три матовых оттенка, и эти три оттенка, ну, просто супер замечательные для того, чтобы сделать какой-то базовый макияж на каждый день. Там, допустим, в офис можно использовать самый светлый и средний оттенок. Если потом нужно добавить немножко глубины и пойти там на свидание, можно добавить еще более темный оттенок. И вот эта тоже маленькая кисточка, она работает сразу как все вместе. Ее плоскостью можно наносить тени просто вот так вот упаковывающими такими движениями. И в то же время она такая довольно объемная, поэтому может работать как растушевочная кисть в складке. Сильно детальной работы вы, конечно же, такой кистью не сделаете. И, откровенно говоря, она немножко жестковата. Свою кисть Sigma E25 я люблю больше. Но если вот от безвыходности, то реально очень классный набор такой вот. Бросил в косметичку и вот, чтобы он у тебя был. Поэтому тоже не знаю, продается сейчас на Beauty.com или нет. Я постараюсь найти, если найду, то ссылку оставлю внизу. Если нет, то просто периодически следите за какими-то такими вещами. И в группе Simple тоже я буду писать обязательно, если попадутся какие-то такие штучки. В общем-то, очень-очень довольна я этой покупкой. Действительно, две такие малютки, но очень достойные. Теперь у меня осталось немножко ухода. Первое, о чем хочу рассказать, это снова заказала себе сыворотку от Michael Todd, которая называется Anti-Ox Serum. Я когда-то уже очень много о ней рассказывала. И продолжаю рассказывать. Какое-то время я ее не пользовалась. Вот буквально недавно у меня закончилась сыворотка с гиалуроновой кислотой. Или... Да, с гиалуроновой кислотой. Она мне понравилась, но она не на 100% была моя. То есть был красивый эффект. Она действительно хорошо увлажняла, кожа выглядела красиво. Но вот эта сыворотка, это единственный продукт на всей земле из всего, что я пробовала, который делает вот все, что мне нужно. Во-первых, он полностью очищает мою кожу от любых высыпаний, прыщиков и так далее и тому подобное. И второе, что он делает, это реально заставляет мою кожу сиять. Я не знаю, видно сейчас или нет. Вот я ее пользуюсь буквально недельки-две. И мне кажется, вот видно, в принципе, что кожа стала более здоровой, более сияющей, более красивой. Вот я не знаю, в общем-то, мне эта сыворотка, вот лично, мне подходит просто идеально. Я не перестаю радоваться тому, что я ее нашла. И всем постоянно советую, тем, у кого схожие проблемы, как у меня. И вот все, кто не заказывал вообще Майкл Тодд, через Симплум очень много было уже заказов Майкл Тодд. Все, кто не заказывал, все мне потом пишут, что да, действительно работает, спасибо за рекомендацию, что очень-очень нравится. И многие потом и повторно тоже заказывают. Поэтому обязательно присмотритесь. На Симплуме опять-таки есть скидка на Майкл Тодд постоянная. Поэтому, если вам интересно, вот сделайте свое небольшое такое исследование этой марки реально работающие продукты. Так как тоже недавно у меня закончился мой уход от Марокко Нойл, я все-таки зажала деньги на то, чтобы купить его заново. Потому что сейчас с таким курсом доллара получается очень дорого для того, чтобы купить шампунь, бальзам и маску. Просто каких-то бешеных, неимоверных денег стоят эти три продукта вместе. Поэтому я начала искать более бюджетные аналоги. И гуляя по магазинам, я набрела настойку в Релил. И решила у них взять вот такой вот шампунь из их какой-то там новой золотой серии. Выглядит он вот так вот. Он с гиалуроновой кислотой, насколько я знаю. Я у них спросила, какой у вас есть самый увлажняющий, такой вот для очень-очень сухих окрашенных волос. И они мне сказали, что вот этот наверняка мне понравится больше всего. И у них был вот такой маленький объем и уже такой как профессиональный с помпой очень большой объем. Я взяла вот такой вот шампунь у них на пробу, потому что я не знала, как он мне понравится или нет. И я действительно осталась им очень довольна. До Марокко Нойл он, конечно, не дотягивает по моим ощущениям, но очень-очень близко. Вот за ту разницу в цене, которая есть, мне кажется, что, конечно, более разумно покупать вот бриллил, чем Марокко Нойл. Но если вы можете позволить себе Марокко Нойл, то, конечно же, лучше брать Марокко Нойл. Вот. И вот этот вот шампунь у меня уже почти закончился. Там, наверное, вот так вот уже осталось. И я думаю, что в следующий раз я пойду туда в магазин и уже возьму большую помпу и возьму тоже их бальзам и, наверное, возьму их маску тоже. Очень мне вот эта золотая серия понравилась. И я думаю, что да, я нашла свой аналог. Последнее, о чем хочу рассказать, это вот эта резиночка в виде телефонного шнура. Сколько я о ней слышала, сколько много было спето песен и от этой резинки, как будто это что-то инновационное, крутое, не ломающее волосы. Также обещали, что с такой резинкой не будет заломов, она не рвет волосы. И я вот себе тоже решила заказать вот такого вот белого цвета. Купила я ее в своем салоне, там, где делаю стрижки. Вы знаете, за ту цену, за которую я ее купила, в принципе, я не жалею. Она мне обошлась в 30 гривен, по-моему. Это чуть больше одного доллара. Это не инвизи-бобл, это какой-то аналог. Я уже точно не помню, они их продавали поштучно, там в упаковке три штучки, они продавали их поштучно. Что я могу сказать? Да, держит эта резинка очень плохо. Мои волосы, у меня их, в принципе, не так уж и много, но держит она их плохо. Если я делаю хвост, он постепенно начинает как бы проседать. Она, из плюсов, она реально не заламывает волосы и реально не рвет их, вот как другие резинки. И вот здесь вот я хочу спросить у вас, если вы заказывали оригинальный инвизи-бобл, действительно ли он прочнее держит волосы? Потому что если он также вот начинает постепенно скатываться с волос, то я тогда точно не буду заказывать. Если он действительно хорошо держит, тогда я задумываюсь над тем, чтобы купить оригинальный. Еще одна фишка, которая мне не очень понравилась, это то, что вот сейчас он выглядит нормально, но стоит один раз завязать волосы и он там начинает выглядеть как-то вот так вот. И постепенно, 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 потом где-то за сутки он возвращается в свою форму. То есть таскать постоянно одну и ту же резинку не получится, потому что она растягивается и теряет свою форму. Ну вот, в принципе, все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Надеюсь, это видео вам понравилось или было полезным. Ставьте мне лайки обязательно, если оно вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой второй канал Beauty Benefits Pro, там где онлайн курс по визажу, там где мои какие-то профессиональные видео на моделях. В общем-то, заходите, все ссылки я оставлю внизу и с вами мы увидимся в следующем новом видео. Пока!